Кто знает про свинку? Нет. Она не может быть, вы меня давно знаете. Значит, у каждого в правом или в левом ухе живет свинка. Знаете, да? Она от сатаны. Вот. И эта свинка обычно на обучениях, которые могут изменить вашу жизнь, она поет вам колыбель. Свинка. Свинка. И она говорит, ты это знаешь. Тебе это не надо. Это все равно не работает. Так что спи. Это вообще не про тебя. Спи. Но вы должны контролировать свою свинку. Никто контролировать не может. Но вы можете легко контролировать свинку соседа. Потом периодически оглядывайтесь по сторонам. И если видите, что в этот момент сосед поднался к свинке, надо технично повернуться к нему. близко-близко к уху и свинке сказать. Заткнись! Тогда ваш сосед обязательно проснется. Меня зовут Юля Тен. Я будущий ведущий лидер из Казахстана. Мне 40 лет, у меня двое детей. Дети у меня уже взрослые. Вот уже будет 17 и 15 лет. По образованию я преподаватель философии в вузах. Закончила школу с золотой медалью, закончила университет с красным дипломом. Работаю в компании 15 лет. Из них 3 в статусе консультанта и 12 лет в статусе лидера. Не буду рассказывать свою трагическую историю. Я пришла в компанию, а то мы здесь долго будем продать. Но снят сериал бразильский по моей жизни. Он называется «Рабыня и заура», кто смотрел. Так вот, значит, каким у меня достижения в компании? У меня 2 бриллиантовых шмеля и 4 кулона по кругу признания. Один кулон по личным продажам. У меня всего 14 звезд. Автомобиль от компании. Два «Даллоса». И два путешествия. Четыре путешествия. Вроде бы, в общем, что-то такое. Да, три квартиры в Алмате, 9 автомобилей и 23 путешествия самостоятельных, да? Вот. Максимальный доход на ваши российские деньги 280 тысяч рублей в месяц. А, ну и я еще это. Лучший тренер университета моряки и мисс Бескорыстия моряки Казахстана-Центральная Азия в 2008 году. Ну все, да? До этого закончилось. Значит, мне такую тему, Ирина мне позвонила, когда мне дала эту тему, да, несмотря на весь опыт, я встала в ступор, потому что эта тема была от класса в бизнес-интервью, да? Это, видимо, такой какой-то долгий, да, там бьют, долгая дорога в дюнах, да? Я думаю, что же человек должен делать на этой дороге. На самом деле, я думаю, что у вас очень много инструментов. И моя любимая фраза – это «Через трещину в голове может зайти немного ума». Из мультфильма «Маугли», знаете, да? Он предлагал ему скинуться со скалы. Вот когда у вас что-то не получается, у вас бывает, у кого есть трещина в голове? У меня много, да? Ну вот, благодаря этим трещинам немного в голову ума все-таки зашло, да? Поэтому я хочу вам сегодня рассказать о методе, который работает абсолютно у всех. Я думаю, что точно так же, как и я, вы на кого-то иногда смотрите и думаете, ну что-то я так вообще не могу, да? Что-то это вообще не мое. Вот она вот делает, да, колесо, я не могу. Она садится на шпагата, я не могу. Она делает это, но это не моя сильная сторона, да? Кто-то из вас думает, у меня нет таких качеств, у меня нет такой команды, у меня нет того-того-того-того-сего. Я вам расскажу сегодня об универсальных методах, которые работают со всеми, да? Зуб даю. Потому что они вообще не касаются моряки, они касаются абсолютно всех людей, да? И будете вы в моряке, или даже если вы не будете в моряке, в любом случае это вам понадобится, потому что с позволения Ирины я немножко с вами поговорю о личностном росте, да? Вот как вы думаете? Вот, знаете, у нас люди меняются, клиенты меняются в течение времени? Или все время они у вас одинаковые? Меняются? Да. Бизнес-партнеры меняются? Да. Продукция в компании меняется? Меняются. Сотрудники компании, даже генеральный менеджер компании меняются? Да. Даже владелец компании меняется, да? Например, моряки умерла, да? И так далее, да? Вот. А что остается неизменным? Сама. Там бизнес моряки. Там компания. Стрейн. Стрейн. Продукция. Я. Верия. Вы. Мы. В вашем бизнесе, я надеюсь, что есть вы. Ну, покуда вы не откинете коньки, да? Тогда вы станете тоже переменной. Но пока вы в бизнесе, в этом бизнесе может меняться все, что угодно. И делать ставку на что-то, что изменится и может в любой момент вас покинуть, да? Это весьма бесперспективное занятие. Сделайте ставку на то, что в любом случае будет присутствовать в вашем бизнесе. Я надеюсь, что себя вы не исключаете, да? Из этого уравнения, да? Поэтому рекомендую вам работать над собой. Изменения происходят изнутри, наружу, да? И все, что мы будем, о чем мы сегодня будем говорить, да, это то, да, как работать над собой. Расскажу немножко про говно и яблоко. Про сменку я уже рассказала, про что еще мне рассказывать? Вы что думаете, я про классы вам буду говорить? Про говно и яблоко очень важно узнавать, да? Скажите, если есть говно, а есть яблоко, если из говна искусный скульптор слепит яблоко, это будет яблоко? Нет. А что это будет? Говно. Но выглядит как яблоко. От того, что мы изменим форму, говно превратится в яблоко? Нет. Если мы из говна слепим виноградом, он останет виноградом? Нет. Если мы из говна слепим, не знаю, да, Мерседес розовый, он станет Мерседесом? Нет, он останется говном. Поэтому есть хорошая и плохая новость, да? Плохая заключается в том, что если вы не перестанете быть говном, то из национального лидера из вас никак не слепите. Вы можете наколбасить себе команду и так далее. Но если мы говно из себя, которое в нас есть, не выжмем, то из нас яблоко не получится. Будет просто говно в лидерском костюме. Понятно или непонятно? Понятно. Да. Если нажать на лимон, что потечет? Лимонный сок. Если нажать на говно, что потечет? Говно. А если на вас надавить, что потечет? Кровь. А из кого-то говно, да, потечет? А у вас никогда не обстоятельства, да, или что-то. Это давление. Мы находимся под давлением. Моя любимая книга, которую я вам рекомендую всем прочитать. Кто еще не прочитал, Стивен Кови. Стивен Р. Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Кто меня хорошо знает, сегодня книгу прочитали, да? Значит, быстренько домашнее задание. Прочитать эту книгу надо за неделю. Семь навыков высокоэффективных людей. И посмотреть фильм, называется «Жизнь прекрасна». Кто смотрел этот фильм? Да, про курс лагерь. Вы смотрели, да? Стивен Р. Кови. Стивен Р. Кови. Потом поймете, да, о чем я говорю. Итак, значит, для того, чтобы стать кем-то, нужно быть кем-то. То есть, я получила награду за бескорыстие, потому что вырастила 56 лидеров, да, вот уже на сегодняшний день уже 56 лидеров и судочеренных консультантов, помимо своих 12, которых я вырастила в такой линии. То есть, у меня достаточно большой опыт, и из этих лидеров не так много осталось, да, потому что сейчас большая зоминация лидеров. И я все время думала, да, я думала, может быть, себя что-то не так за, может быть, они что-то не так за. Может быть, что-то, да, происходит, то кризис, то-то, то-сё и так далее. На самом деле, теперь я вам хочу рассказать про кошек. Был один волшебник, да, и он из кошки, ну, сделал девушку, да? А, нет, это волшебник. А, короче говоря, он сделал девушку. И она была такая красивая, что он ее полюбил, и она сказала, что тоже его любит, и все было так мило и чудесно, и в один прекрасный момент он уже хотел на ней жениться и решил сделать ей последнюю проверку, да? Он превратился в мышку, и девушка его загрызла. Это что значит? Это значит, что внутренняя сущность не меняется. Поэтому, да, Лариса Маргиашвили сказала одну замечательную фразу. Я не хочу делать из кошек, девушек, и я не хочу делать из негативных, неблагодарных, равнодушных, да, беспринципных, безответственных, да, эгоистичных и так далее людей. Не хочу из них делать лидеров. Понятно? Мало того, что я не хочу делать, да, еще я точно вам скажу, что любой, кто станет лидером из таких людей, рано или поздно он потеряет статус. То есть это просто вопрос премии. Кто-то держится год, два, кто-то десять, кто-то пятнадцать, но в любом случае он потеряет статус и уйдет из компании «Верикой». Это к бабке не ходит, да? Поэтому, если вы хотите быть успешным лидером, да, не надо слишком много заморачиваться насчет базовых, или «Вот так я скажу, я вот так скажу». Если вы говном, да, неважно, как вы говорите, люди все равно это считают. Понимаете? Одна из любимых фраз у меня у Стивена Кови такая. Вы можете прикидываться кем-то, чем не являетесь, кем не являетесь. Вы можете изображать из себя кого-то, да, кем вы не являетесь. Но когда наступят трудные времена, каждый из вас покажет свое истинное лицо. А трудные времена обязательно наступят. Обязательно наступят. Не бывает и не будет никогда в морюке, чтобы всегда все было хорошо. За хорошим днем приходит плохой, за хорошей неделей приходит плохая, за хорошим годом приходит плохой, за днями процветания приходит кризис, да? Поэтому бесполезно прикидываться кем-то. Нужно стать кем-то. По-настоящему стать. Окей? Хорошо. Теперь мы с вами будем говорить о... Быстренько я скажу о некоторых вещах, которые нужно сделать. Это будет по этой книге, но я скажу очень коротко, да? Первое. Это вам нужно быть проактивным. То есть работать над своим характером. Не над тем, что вы имеете. Большинство людей без конца работают над тем, что они имеют, да? Они без конца об этом думают. Но что вы имеете, вы в любом случае можете потерять. Единственное, что вы не потеряете, это кто вы есть, да? Вы видели людей, у которых была большая команда, а потом никого не осталось? Или были клиенты, а потом не осталось никого, да? Поэтому, если мы будем работать над тем, да, кто мы, мы всегда останемся в игруши. Итак, значит, что такое проактивность? Проактивность быстро. Так. Раздражитель. Реакция. Это реактивная личность. Реактивная личность. Что-то происходит, и сразу идет реакция. Как у собачки Павлова. Да? Лампочка зажгла, слюнка потекла. То есть, например, какой-то там, не знаю, изменили план маркетинга, или цены поднялись, или что-то, сразу идет эмоциональная реакция. Вот, компания эта, опять так все дорого, никто ничего не покупает, еще опять продукцию повысит, еще базовое, котята, волоса там, и так далее. Да? То есть, это реактивная реакция, таким образом, человек никогда не продвинется. Да? Теперь проактивное. раздражитель. Да? Анализ. Здесь идет. Анализ. Вероятные решения. Да? Выбор лучшего. Выбор лучшего, исходя из цели. И, после этого, уже идет реакция. Так, вы подали заявление на Диакью. Да? Не получилось. Да? Вы расстроились, вы ушли из компании. Да? Вы там, что еще? Покончили жизнь с амортистом. Вы сказали своему лидеру, что это он, вы обиделись на команду. Да? И активная личность. Да? Теперь, проактивная личность. Что-то пошло не так. Да? Анализ. То есть, что я могу сделать? Да? Я могу вот так поступить, вот так поступить, вот так поступить, вот так. Да? Теперь, у каждого есть свое последствие. Да? Например, если я покончу жизнь самоубийством, самоубийством, да? Это, например, вот моя цель, стать национальным лидером. Да? Если я покончу жизнь самоубийством, капец, что-то у меня к национальному не приводит. Да? Если я уйду из компании, тоже что-то не приводит. Если я убью своего лидера, тоже не приводит. Если я обижусь на команду и всех разгоню, что-то тоже не очень. Да? Если я уйду в астралы полгода, не буду делать заказы с обиженной мордой. Да? Ну, это как бы я вот здесь окажусь подальше, да, от своей цели. Потом, если я скажу назло всем врагам, я все равно с вами или без вас на следующий месяц, да, подаю опять на программу и выполняю, что характерно, да? Они, да, там, они опять не выполняют. То есть, вот это решение, да, решение об увагировании в Е там, да, оно ближе приходит к цели. Ага, тогда я принимаю решение именно вот это. Понятно? Не потому, что у меня шлея такая попала, да, в одно место, а потому, что я подумала, выбрала из всех возможных решений то, которое приведет меня больше, ближе к цели, и именно так я поступала. Итак, во всем. Что-то сделала мне вот так, осью мордом и показала. Сама так делала. А мы-то привыкли, да, на эмоциях все. Мне нравится это, там, муж что-то не так сделал. Да, да, сна себя посмотри, да, идиота кусок. Сначала, да, принеси мне денег, потом будет секас тебе. Может быть. Да? Да? То есть, поэтому мы не понимаем, какие будут последствия, да, этой фразы. Просто в западе говорим, как будто мы собачка Павлова. Вы собачка или женщина? Женщина. Очень хорошо. Тогда я рекомендую вторую. да, схему использую. Второе, да, это жертва или автор. Жертва, автор. Жертва ведет себя так, как будто бы, да, она играет роль. Это жертва обстоятельств других людей, да, и всегда у нее кто-то есть виновный, виновный в ее проблемах и бедах, да, кто-то виновен в том, что она не выполнила программу, не делала красный пиджак, что-то, что-то. Всегда кто-то виноват, да? То есть, как будто бы я, несчастная актриса, которая все время ставит играть роль в какой-то ужасной пьесе, про меня же, только бесплантовую. Да? У вас нет такого ощущения. Кто-то написал, какой-то сволочи садист, написал про вас пьесу, но только где вы бесплантовая, где вы, например, каждый год в одну стадусе, да? Или вы каждый год без шмея. Ну, вот проходит, и вот эта песня, и вы вынуждены, просто вам там заплатили, не знаю, вашего ребенка похитили, и вы вынуждены играть эту роль. Нет, если вы говорите, нет-нет, это не я, это режиссер этого дебильного, да, фильма. поэтому, поэтому, когда вы, да, говорите о том, что перекладываем мы ответственность, да, на что-то, мы становимся жертвой. Быть жертвой классно, потому что, ну, с себя всегда снимаешь ответственность. Я всегда говорю, я не стала ведущей, не потому, что я бесплантовая, потому что она и она стали лидерами. Да? Вы виноваты. Я часто такое говорю с своим консультантом, говорю, вы меня запарили, меня задерживаете. Никак не могу за вас стать национальном питье. Вот. И, то есть, автор, он сам пишет, домашнее задание, домашнее задание, вы должны сегодня, вечером, вместо того, чтобы спать со свинкой, да, написать сценарий своего оставшегося полугодия, да, это надо отметить, на, до конца семинарского года. Представьте, что вы автор, и автор же, он может что угодно написать, ну, Джоан Роулинг написал про Гарри Коттера, а это же все фантазия, да, это же просто с потолка на кухне на своей у нее в голове под действием амфетамином пришло, я шучу. Ну, то есть, да, вы можете придумать все, что угодно. Вот, уберите сейчас все стеклянные потолки и напишите про себя, да, у вас как зовут? Люба. Люба. Фамилия? Люба Черняева. Вот она пишет, да, мемуары жизни Любы Черняевой, да, до, с, там, марта по август 2017 года. и прикиньте, вот если бы ты могла написать все, что угодно, что бы ты написала про Любу Черняеву? Стать лидером быстро. Что бы ты написала? Я бы написала, что каждый день у меня много благодарных клиентов, с которыми я встречаюсь, которые мне покупают и покупают. И покупают, и не могут остановиться. Да, ты в августе кто, Люба Черняева? Я в августе обладатель подвески. Подвеска у тебя, ага. Да ты не думай сейчас потому что у тебя ни одного нет новичка. Плевать на это. Ты же автор, ты можешь писать все, что угодно. Лидер. Лидер? Еще? Лидер, что уже? Машина. Машина. Вы себе сами будете писать звезды. Не хватит пока. А дальше уже следующий полугодий новый роман. Отлично. Сколько зарабатываешь, да? Что у тебя есть? Я купила себе, я вот такая-такая. Вы можете написать про себя? Да? Не надо негативный стенарь мазохиста или садиста, которые все время для этого выиграли роль. Увольтесь уже оттуда, из этого театра. Уже сами напишите, сами играйте то, что хотите. Поэтому быть жертвой или автором. Это важно. Кто вы? Я хочу сказать, что если я вас научу всему, что я знаю про классы, про бизнес-интервью, да, но вы будете жертвой или будете собачкой Павлова, вам ничего не поможет в этой жизни. Я таких миллион людей видела, которые знают все, у них уже мозги из ушей вылазят. Я думаю, что у тебя серое такое? Думала, это серое, нет, это мозги. А все, а результатов-то нету. Поэтому я думала раньше, успех, наверное, в знаниях. А я такая умная, я трещица, ой, я, наверное, такая умная, начнёшь, я буду успешной. Вот. Нет, не будете успешными. И даже если вы научитесь проводить классы бизнес-интервью, это все равно не гарантия того, что вы будете успешными. Но если вы перестанете быть жертвой и станете автором, это наверняка сделает вас успешным. Если вы перестанете быть собачкой Павлова, начнете быть вообще разумным человеком, это наверняка сделает вас успешным. Понятно? Я знаю миллион жертв, которые прекрасно проводят класс. Но они умеют брать, но не проводят, потому что они говорят, я не виновата, они не приходят. Все, капец котенку. На этом ее карьеры и жизнь должны закончиться. Понятно? С этим понятно? Следующее, что необходимо для успеха. Это необходимо понимать, да, что такое групповлияние. Путин кому-то звонит? Привет передавайте. И круг забот. Круг влияния. Круг влияния это то, на что вы можете повлиять. Круг забот это то, на что вы не можете повлиять. Сколько будет стоить продукция, можете повлиять? Нет. Будет человек покупать или нет, можете повлиять? Косвенно. Да, косвенно. Но не прямое влияние. Например, сколько будет доллар, можете повлиять? Нет. Нет. Кто ваш лидер? Можете повлиять. Кто ваш главный организатор? Можете повлиять? Какой у него характер? Какие подарки делает ваш лидер? Косвенно, ну и весьма, да, сомнительно. Вот. То есть есть вещи, на которые вы можете повлиять. Сколько вам лет? Можете повлиять? Нет. А какой у вас вес? Можете повлиять? Можете. Конечно. А кто-то говорит, не могу. У меня это гена. Вот все на гену, да? У меня костишек. Конечно. Ее как разрубишь, вот однокосит отсюда прям и досюда. Костяной человек буквально. На самом деле, можете, конечно, можете. Да? Сколько будет у вас базовых в этом месте? Можете повлиять? Да. Выполните ли вы в этом месте лидерскую программу? Можете повлиять? Да. Не все сказали. Конечно, можете. Конечно, вы можете. Сколько вы сделаете звонков? Можете повлиять? Да. Сколько вы проведете классов? Можете повлиять? Да. 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 Ноги так. Ну нет. Не все же придут. Сделайте в три раза больше звонков. Все просто. Вам надо провести 20 классов. Вы назначили 20 классов, пришли, да, там состоялись 7. Сделать еще звонки, еще 7 классов, еще звонки, еще 7 классов. Понятно? На самом деле это все находится в круге вашего влияния. Да? Вот. Что надо делать по поводу кругозабот? Если вы не можете повлиять, что надо делать? Забить. Забить. Вариант. Это человек, который выполнит один. Кругим образом. Ага. Это уже тогда косвенное влияние. То есть первое, можно забить. Это помогает, кстати. Или изменить точку зрения. Или изменить точку зрения. Истинная проактивность заключается в том, что в любой ситуации вы можете изменить точку зрения и тем самым изменить реальность. Изменить реальность. Вам кажется, что вы не можете изменить реальность? Вы можете изменить реальность. Да? Вы когда посмотрите этот фильм, да, человека, который оказался в концлагере со своим сыном и женой, он еврей, и их хотели всех в газовой камере, да, убить? То есть в концлагере. Кто-нибудь из вас сейчас находится в концлагере? Нет? Ваши родные и близкие находятся в концлагере? Нет. То есть это хуже ситуация, чем у вас. Что бы вы сделали, если бы вы находились в концлагере со своим маленьким ребенком, и вы знаете, что всех детей отводят в газовую камеру и умишляют там? Что бы вы сделали? Не знаю, потому что какие-то действия. Ну, обязательно невозможно. Кругом стены, охранники, автоматы. Ну, конечно, есть прекрасность. Впасть в истерику, например, да? Нет? Да? А что вы делаете? В депрессии, да, или что-то, или что-то. То есть этот заключенный Гвиду, он придумал игру, да? Он сказал своему ребенку, что это игра, да? Это игра, и эти все эти фашисты, они тоже играют. Это игра в прятки, и они набирают очки каждый день. Если он будет вот это, вот это делать, то они выиграют, а этот мальчик больше всего любил танки и убил. Если мы победим, то мы получим самый большой настоящий танк. И таким образом он заставлял своего ребенка, да, он в этом лайдере, конслайдере не мучился. Ребенок же может, он же испугался бы, плакал, да, или что-то так делал, но он не мучился, он играл в игру. И до последнего, когда он уже шел, его вели на расстрел этого отца, да, он сказал, что сейчас, в общем, такая тусняка, да, ты спрячься, потом, когда все уйдут, ты тогда можешь вылезти, потому что уже был 45-й год. И перед тем, как этот конслайдер покинуть, фашисты всех убивали, подчищали, да, этих. И поэтому он, когда шел, он знал, что через минуту он умрет, но он шел вот так, да, и прикидывался, что это игра, и он так шел, и своему сыну там, типа, да, что? В любой ситуации вы можете менять реальность, если вы измените отношения, даже если вы не можете ничего изменить из обстоятельств. Его расстреляли, но он спас своего ребенка и спас свою жену. Посмотрите внимательно, прекращайте ныть, да, измените отношения, ноющее отношение жертвы, да, конечно, вы что-то выгадываете от этого, но вы не можете в этом действовать. Если вы жертва, то вы не можете действовать. Если вы автор, вы можете действовать. Если вы не действуете, вы никогда не достигнете успеха и не совершите никаких изменений, да? То есть если вы не действуете, если вы действуете, вы все равно куда-то приколбаситесь, да? Через какое-то определенное время. А круг влияния, в нем надо действовать. Это изменить отношения. Понятно? Второе. Это, да, нужно знать направление. Я знаю консультантов, которые не становятся лидерами не потому, что они не хотят быть лидерами, не могут, они не приняли решение или не поставили цель, или это ложная цель, которой, ну, эту цель поставили не вы сами себе, а вам поставил там ваш лидер, да, или вы на семинаре на кого-то посмотрели и так далее, да? Смотрите, если, предположим, вы хотите отсюда, например, дойти, не знаю, там, куда вы, не знаю, там, до Крыма, да? Вот у вас есть отправная точка и есть туда точка, куда вы хотите попасть. Как вы думаете, реально вообще туда попасть? Конечно. Конечно. То есть, если вы знаете, куда вы идете, то вы уже остальное дело техники, да? То есть, если есть деньги, там, нет денег, быстро, медленно, на лошади, на ишаке, на попутках, да? Чем будете расплачиваться тоже, как бы, да, в разные есть варианты, да? Вот. Ну, и так далее. То есть, на самом деле, да, самое главное, чтобы вы знали, куда идете. Почему вы не идете? Не знаю, не знаете. Не определились. Возможно, вы знаете, я хотел бы, да, но пока не решил. То есть, вот, от желания, да, то есть, желания и решения, это разные вещи. Я хочу быть лидером, или я точно решила быть лидером, когда-то, когда-то. Пока вы желаете, можете желать так в десятилетии. Потом на вашей надгромной плите напишут. Она капец сильно желала. Да? И померла на этом, да? Поэтому прекратите желать и подумайте, чего вы хотите. Когда вы прочитаете книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», вы будете знать про второй навык, это прям миссии в каждой роли, да? То есть, как вы считаете, да? Вот, если в роли матери, да, чего бы вы хотели, да, в конечном итоге бы добиться, да? В роли, там, консультанта, в роли, да, личности, да, там, в роли, там, жены, там, и так далее. Если в каждой роли, которая для вас важна, вы будете знать конечную точку, да, кем вы хотите, да, или как хотите оказаться, то тогда вы просто будете идти. Но, когда вы это решите, то теперь, когда вы определите свои миссии, теперь нужно поставить конкретную цель, то есть принять решение. Пока вы не принимаете решение, вы находитесь на такой станции, называется сомнение. Сомнение, сомнение, желание, кто-то говорит, я думаю, кто-то говорит, я в процессе, в каком, перерабатывать еду, говно, что это за процесс, интересно, что за процесс такой, да? То есть, это в любом случае, да, не действие. Простой пример, если вы решили развестись, то это дело техники, да? Назначили, подали заявление, назначили время, да, там, что-то, что-то, и поехало, да? Но если вы еще не решили, да, каждый раз ваш муж бьет вас, а вы думаете, а потом на следующий день он у вас прощение просит, а вы думаете. То есть, вы не приближаетесь, да, к конечной точке, потому что вы еще не решили, то ли развестись, то ли не развестись, и так далее, понятно? Поэтому, как только вы принимаете конкретное решение и съезжаете с этой станции, да, я в процессе сомнения и желания, да, эти все три станции быстренько проскакиваем, да, на станцию решения, на коня их вперед. Понятно, да? Хорошо. Самое главное, определите направление, потому что некоторые до сих пор не знают домашнее задание. Вам нужно написать 50 причин, почему именно вам нужно стать лидером. Ни мне, ни тетеньке, ни вашему лидеру. Не подключайте к этому, как бы, никого. Вы сами должны это определить. И дальше такое вы должны написать изложение на тему. На тему, а почему, да, люди будут работать именно со мной. И небольшой анализ, а почему я не достигла статуса лидера до сих пор. То есть вы должны понять, какие ваши сильные стороны и какая у вас зона роста. Почему до сих пор я не достигла этого, да? Интересный будет, наверное, ответ. Хорошо. Так. Теперь третье. Это уже планирование, да? Быстро рассказываю. Есть четыре квадрата, да? Квадрат первый. Это дела срочные и важные. Отвести продукцию, срочно оплатить счет, чтобы не отключили телефон, да? Там какие-то горящие дела, зуб заболел, у ребенка что-то в школу вызывают, да? И так далее. Не срочные и важные. Это делегирование, планирование, постановка целей, профилактика, подготовка, обучение, характер, привычки и так далее. Третий. Это срочные и неважные. Неважные для вас и для вашей цели. Соседка говорит, ой, опять со своим поругалась и приходит к вам и хочет вам рассказать свою печальную историю рабыни за уроки. То есть для нее это срочно? Да. А для вас это важно? Это приближает вас к статусу национального? Нет. То есть это обычно чьи-то чужие дела, да? У нас консультанты моряка очень любят заниматься общественной всякой деятельностью. То они там председатель родительского кабинета, то еще что-нибудь, то еще старшая по подъезду, то еще что-нибудь, да? То это, не знаю, там, директор этого воздушного крана или этой батареи. Ну, не знаю, чем ты все время занимаешься, вместо того, чтобы работать и проводить классы, да? Так. Делают дела своих родственников, да? Там, не знаю, в общем, тоже как жертвы, да? Так. И четвертое. Это несрочные и неважные. Это поглотители времени. Поглотители времени. Телевизор, интернет, любовные романы, всякая дурь, болтовня с непонятными людьми, да? Обсуждение кого-то там и чего-то, то есть бестолковые разговоры и прочее, прочее. То есть, не буду говорить, домашнее задание, дома сделайте анализ прошлого месяца, то есть анализ февраля, ну или февраля или марта. И вот в марте месяце или феврале распределение сделайте, сколько процентов в каждом квадрате вы проводили. Ну, то есть все время это 100%, да? То есть, сколько процентов времени вы занимались вот этим, сколько вот этим, сколько вот этим, сколько вот этим. Потом подумайте над этими цифрами. Что? Ну, я же чёрт, просто я, например, не всегда помню чёрт, что я это делала. Нет, ну приблизительно, девчата, приблизительно. Всё, дальше. Теперь, смотрите. Я миллион раз на тренингах это проводила. И у всех разные цифры. Но в основном причина того, что люди неуспешные, в том, что они мало времени проводят в этом квадрате. Во втором. Второй квадрат это самое важное для жизни. Это то, что меняет ваш характер, ваши привычки, да? Это, например, проведение класса это 25% результата. Подготовка класса это 75% результата. Но никто не хочет готовить класс. Ай, там текст, да? Нормально это. Я когда говорю, вы учите их, на меня все смотрят, как на дуру. Да? Ой, ну я примерно же знаю, что там. Прямо слово в слово, что ли. Я говорю, да, именно слово в слово. Ой, отвали. А потом на класс приходят, да? Расскажу про Васю Пупкина. Да? Про говно рассказывать, прошу, что я сейчас знала. Так, Вася Пупкин. Я педагог. Когда я захожу в класс, я точно знаю, кому какую кассету поставить. Мне не нужно никого спрашивать. Кто педагогик? Поднимите руку. Кто не выучил, как он себя ведет? Он на заднюю парту. Садитесь потом. Что он делает? Глазки в пол. Он прикидывается умирающим, больным, сильно занятым, да? Что-то, что-то делает. Типа это, да? Ну, к бабке же не ходи. И так понятно, что он не выучил, правильно? Кто на тройку выучил, он как? В учебнике читает. Что-то, да, там что-то там читает и так далее, да? Кто на четверку, когда его спрашиваешь, он как отвечает? Ну, это. Ну, он как бы отвечает, да? Блугоморья, дуб зеленый, да? Золотая цепь. А, на дубе, да, там. И днем, и ночью. То есть он может отвечать, но он вспоминает текст, да? Он не может сейчас на вас смотреть, он не может смотреть вообще на аудиторию. Зрители ему мешают. Не мешайте мне, я вспоминаю текст. Да? Понятно? То есть, когда вы класс плохо выучили, на тройку, на четверку, на двойку, вам клиенты мешают. Они вас раздражают. Будет вас непонятно. Уберите всех. Я вспоминаю, что там надо на завершение говорить. Да? Так? И прям раздражаешься. Чего они все уставились на меня? Или боишься. Что я? Или боишься. Петросян, что ли? Хочется удалить их из-за. А среди вас, среди ваших учеников был один Вася Пупкин. Конченый, конченый двоечник вообще. Хулиганный, конченый там, дебил, не знаю, да? И вот один раз, всегда бывает один раз в году, когда Вася Пупкин выучит стихотворение. Да? Как он себя ведет? Бать! Он садится вперед. Впервые в жизни. Когда это случается, у учитель всегда в лексическую данцию. Да? Вася Пупкин сел на первый ряд. Потом он делает вот так. Да? Если вы его не спрашиваете, он что делает? Он встает теперь. Вот так делает, да? Если кто... Вы на кого-то смотрите. Например, она хочет ответить, а я Вася Пупкин. Поднимай-ка руку. Руку поднимай. Закричь, я закричу. Понятно? Когда он выходит, Вася Пупкин, как он выступает? Он выступает. Девочки, вот это та самая стадия, когда вам нужна публика. Понимаете? Вы даже без денег в эти классы проводите. Я вас уверяю. Потому что он выходит и говорит. Выступает артист всех народов мира Василий Пупкин. Потом, да? И вот здесь уже все. Вот здесь у вас все подключается. Да? Вы говорите. У лукоморья тупо зеленый. Золодая цепь и удовлетворен. И днем, и ночью. Кот ученый. Все ходит, ходит, и кругом. Идет направо. Песня заводит. Налево. Сказку. Другой. Там чудеса. Вася Пупкин. Понимаете? Даже Вася Пупкин может выучить сценарий класса. С вами что не так? Когда вы думаете, я не могу проводить бизнес-интервью. Я не хочу проводить индивидуальные встречи. Я не хочу проводить классы. Я не хочу делать звонки. Это я такая была. Я маме все время очки втирала. Я просто не люблю работать по телефону. В переводе на педагогический язык это означает, ты на двойку выучил сценарий класса по телефону. Не умеешь? Конечно, ты идиотом. Никто не хочет быть. Понимаете? Как ни странно. Никто не хочет быть идиотом. Потому что позориться. Вы же не мазохисты, да? Все будут ха-ха-ха, ржай, дура, да, вышла? А вы все такая бледная, красная, такая страшная. И все такие, ой. Или говорят, кидаю тебе 100 рублей. Иди хлеба хоть купи. Блаженное, да? Вот. Никому не хочется такого отношения. Но вы думаете, что результат класса находится здесь. Но он находится здесь. Любой из вас, кто сейчас воображает или втирает очки своему лидеру, у меня вот это не будет, у меня вот это не будет, у меня вот это не будет. Вы не Вася Пупкин. Константин Вася Пупкин, на это нужно два дня. У кого синдром Дауна, неделя. Если у вас есть синдром Дауна, принесите справку мне. Я вам скажу, ладно, через неделю так уж и быть, да, что сценарий класса. Да? Каждый из вас может выучить это настолько, что вас не остановить, как боющего Кобзона. Вы людей на улице можете останавливать, пить, понимаете? Никто. Это знаете, у верующих есть такое понятие, называется неотвратимая благодать Божия. То есть если Господь захочет вас к себе привести, вы не отвертитесь. Так и консультант, который выучил идеально все, он не может. Ему надо на кому-то, это жертва ему нужна. Поэтому вы не остановитесь. Не это. Вы будете, подождите, сядьте, дышите быть. Но все равно расскажете, что-нибудь ей намажете. Понятно? Поэтому очень простой способ, как вам начать получать вместо мучений удовольствие. Я много мазохистов знаю консультантов. Их примерно 98%. Да? Они что-нибудь делают вот так. Ам! Нафига, попу, гармония? Зачем себя мучить? Да? Ну, плохо получается. Ну, выучить текст. Да? Потренируйся, сто раз потренируйся со своей соседкой, у которой такой же результат. Плохой. Да? Помоги другу. Два инвалида составили нормального человека. Да? Я уверяю вас, кто мне очки втирает, говорит, ой, я это не могу, то не могу. Я говорю, давай с тобой тренировать. Ой, не хочу. Я говорю, ну давай, говори. Я говорю, запиши эту фразу. А, ладно. Другой. Я говорю, почему говорю, не говоришь? Я не записала. Я говорю, запиши. Еще раз. Я говорю, читай, читай. Второй, третий раз. На четвертый она уже. Тра-та-та. На пятый она говорит. На пятый она говорит вот так мне. Да? Все, короче, я звонить пошла. На это уходит час времени. Один час и все ваши мучения закончатся навсегда. Понятно? Прекратите быть жертвой. Прекратите быть жертвой и прекратите думать, что все по телефону плохо отвечают или не отвечают или что-то, да? Идите, да? Станьте Васей Кубкиным, профессионалом своего дела. Вы приперлись в компанию «Морякей». Здесь нужно уметь несколько вещей. Знакомиться с людьми, резервировать классы, работать с хозяйкой, проводить классы, проводить бизнес-интервью, работать с командой, с клиентами. Все. Шесть стихотворений Вася Кубкин может выучить? Лео, хорошо. Да? С вами что не так? Вам компутировали мозг? Нет. У кого осталось хотя бы 10% мозга? Пожалуйста, займитесь этим. Хорошо. Да? Я не буду, да, до конца вам говорить. Вы все остальное прочитаете? Я хочу еще немножечко вам сказать. Теперь, любой результат нужно повторить три раза. Поставьте себе планку, потом повторите это три раза. Один раз ничего не значит. Второй раз это может быть случайность. Третий раз это уже закономерность. Да? Итак, для того, чтобы у вас было время на второй квадрат, да, где находятся все самые важные вещи. Например, чтобы работать со своим характером, уходит огромное усилие. Я хочу сказать, чтобы, например, выработать такую простую привычку. Я, например, да, птица-говорун, да? Я, во-первых, педагог, еще и бизнес-тренер, и вообще ужас, тяжелый случай. Да? Поэтому я люблю говорить. Но я хотела выработать в себе одно из 13 добродетелей по Бенджамину Франковну. Домашнее задание. На следующей неделе прочитать книгу «Автобиография Бенджамина Франковна». Там есть 13 добродетелей, да? Как человек без образования, из многодетной семьи, без денег и без ничего стал президентом США. Интересно, да? Вот. Так вот, одна из добродетелей – это молчание. Потому что, исходя из показателей эффективности, если ты молчишь и слушаешь, у тебя больше есть вариантов получить какую-то полезную информацию, нежели если ты говоришь, да? И так далее, да? То есть, например, больше молчать, спрашивать, да, и так далее. То есть на этом у меня ушел год примерно. Это все второй квадрат. Откуда взяли это год? А? Автобиография. Бенджамин Франклин, соответственно, да? Но от первого квадрата невозможно избавиться. Это и есть наша жизнь, да? Второй квадрат, самое важное, он меняет нашу жизнь, да? Полностью. Реально вы можете через год быть абсолютно другим человеком. Не просто что-то иметь, настолько-то людей больше или что-то, что-то, а быть другим человеком. Это важнее всего. У вас никогда не бывает такого, когда вы на кого-то смотрите, думаете, была бы я такой ответственной, как она? Была бы я такой терпеливой? Мне бы вот немного любви к людям, да? Вот я сегодня, да, говорю. Мне не хватает любви к людям. Но это все возможно с Божьей помощью у себя развивать, воспитывать, если вы конкретно знаете, что и на этом фокусируетесь. Но на это всегда не хватает времени, да? Потому что сатана вам подсовывает вот эти два квадрата. Он говорит, иди займись, иди посмотри в интернете ролик какой-нибудь. Посмотри, что девчонки в Вантакте написали, да? Или еще с кем-то поболтай, прочитай любовный роман, да? Прочитай, повздыхай, скажи, хоть у кого-то все нормально, да? И так далее. Но если вы откажетесь и скажете большое нет этим двум квадратам, у вас будет высвободиться время, чтобы сказать да, и потратить свое время на то, что реально продвинет вас тогда вверх по лестнице. Хорошо. Рекомендую вам для того, чтобы это было полегче, освободиться от всего, что вам мешает. Это тоже займет время. Негатив, например, мешает? Обиды мешают? Да? Что-то. Вот представьте, что и так тяжело, да? Вам тяжело? Тяжело, да, работать? Нет. Кому-то не тяжело, да? Ну, кому-то тяжело. Ой, то не так, и так. А прикиньте, что вы еще за собой в этот стол, например, тащите. Нормально вообще? Да. Легче как-то? Хорошо. А еще... Недавно ваш лидер что-то накосячил и обиделись. А тут еще, короче, у вас негатив там, что еще? Там, муж что-то сделал или компания, да? Или что-то у вас еще что-то. Как больше? Что? Нормально? Нормально? Статус у лидеров? Идем. Да? Как будете идти? Чокнетесь. Надо рветесь. Что-нибудь вылезет не из того места. Просто избавьтесь от этого. Рассказываю про банан. Да? Да? А, значит, обезьян ловят в Африке так. Никаких там силков, никаких капканов. Это у нас там в Китере. Там просто все делается. Большой кувшин такой. Туда накладывают тяжелые камни, маленькую дырочку просверливают. Обезьяна. А, туда кладут банан. Обезьяна засовывает туда лапку, хватает банан, а назад уже не может. Да? И прикиньте, она всю ночь с этим бананом колбасится, но не отпускает. Утром охотник идет. Он не бежит. Он не из угла не прыгает. Он просто идет. Курит там свой бамбук или еще какие-то наркотические препараты. И вот он подходит. Она видит, что он подходит, да? И начинает взвиваться. А-а-а! Кричит. Но банан не отпускает. Он уже подходит, ее уже берет. Она... А-а-а! Но банан не отпускает. Она в любой момент могла бы просто тупо отпустить. И он не погнался даже вниз. А не реально угнался за пьян. Да? Но суть в том, что она сама себя убивает тем, что не отпускает этот банан. Плохая новость. У каждого из вас есть целая связка бананов. Уже... Кому-то уже смерть приближается с косой. Кому-то старость. Кому-то бедность. Кому-то сексуальная неудовлетворенность. Потеря статуса. Да? Не знаю, что. Короче, капец подкрался незаметно. Да? И вы извиваетесь, но свои бананы не можете отпустить. Да? Но и каждый мне начинает терротички. Да? То есть помните, есть несколько вариантов, когда человеку говоришь. Это твой банан. Реально? Иногда подходишь и говоришь. Она... А-а-а! Мне плохо. А-а-а! Не могу стать лидером. Ну как бы. Ну да. Я говорю. У тебя есть банан. Отпусти, и ты станешь лидером. То есть варианты какие. Первый вариант такой. Какой банан? Нет никакого банана. Да? Да? Нет. Я специально не могу измениться. Он прилип. Это не банан. Это продолжение моей руки. Да? Да? То есть это не жопа. Это верхняя часть ноги. Да? То есть... А-а-а! 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 Потом... Э-э... И третий вариант. Ну и да, у меня есть банан. Че тебе? Любишь меня? Любимый банан. На самом деле... Да? Ничего вам не мешает. Я абсолютно уверена. Я видела, как на моих глазах миллион людей становились лидерами. Всякие разные. Корявые. Кто не умел говорить. Инвалиды. Старые. Молодые. Да? Всякие-всякие. У кого ничего. Кто косноязычный. Молчаливые. Немые. Всякие разные. Короче говоря, все становились лидерами. Я абсолютно уверена. Да? Я никого из вас не видела, чтобы он пришел со справкой, да? Там... Синдрома даунида-хромосом в последней стадии. Если у вас нет такой справки, я вам точно говорю, что вы можете стать лидером. Если вы отпустите свои бананы. Да? Целые у кого связка, у кого там пакет, у кого мешок. Если вы до сих пор не стали, что-то мешает. Не прикидывайте, что нету. Не прикидывайте, что вы не можете от этого избавиться. Это несложно. Просто надо отпустить. Просто. Да? Но обезьяне не объяснишь, да? Ты ей говоришь, отпусти... Вот. Не будьте обезьяны, будьте человеком, отпустите свои бананы. Понятно? Хорошо. Ну, мне бы очень много хотелось что сказать, но я уже время, по-моему, Лизы, да, занимаю. Сейчас есть кризис? У меня не разделилось. То есть, на самом деле, объективная ситуация такая, что действительно сейчас, да, кто хакамаду слушал про период турбулентности? Да? Отлично. Период турбулентности это что? Когда трясет. Когда трясучка, кто в самолете летал, знает, да? Не управляемый, не знаешь, да, что это такое. В это время какая стратегия? Подстраиваться. Молиться? Тоже вариант. Нет. Для консультанта какая стратегия? Как работать в период турбулентности? Быть гибким. Гибким больше. Что делать? Упереться покрепче руками ногами. Отлично. Стратегия улитки. Кто видел улитку? Вы думаете, она не двигается? Она двигается. Как она двигается? Медленно. Медленно. А еще как она двигается? Вы пробовали улитку стрясти с ветки? Нет. Она не стрясается вообще. Почему? А? Она прилепляется всем телом. Да? Прилепляется всем телом, потом так, чуть-чуть попу отклячивает. Ой. И потом. И опять прилепляется, да? Ой. Понятно? Что это значит в переводе теперь на мэри-кэй. Кто знает? Только без ваших фантазий. Прилепляется. Это что значит? Да? Акцент на ваши сильные стороны. У каждой из вас есть своя сильная сторона. Кто-то хорошо продает, кто-то привлекает, кто-то такой, кто-то хорошо считает, кто-то что-то, что-то. Ну, хотя бы что-то. Есть в моряке, что вы хорошо делаете? Иначе бы вы здесь не сидели, наверное, да? Мусорки бы, наверное, искали бы, недоеденный гамбургер. То есть у вас, у меня хорошая новость, у вас есть сильные стороны, да? Поэтому все ваши сильные стороны это ваши присоски. Сейчас надо капец как присосаться, да? И прям усиливать то, что у вас сильное, да? А вот это отклячивание попы, да? Это значит, что вы чуть-чуть начинаете работать над тем, ну, что вам нужно, да? То есть что еще нужно, помимо этого, да? Где-то слабые стороны, где-то недостатки, где-то привычки, где-то бананы, где-то то, да? Где-то позиция жертвы, да? Но по чуть-чуть. Не оголтела. Не сразу так. И я, да? Прикиньте, улитка решила, что она обезьяна, да? Она такая, в период турбулентности отлепилась такая. Я сейчас стану национальным лидером в ветках. Бэм! Шлепнулась, да? Как бы не очень хорошо, да? Смерть улитки, да, произошла? Поэтому, чтобы такого не было, не надо высоко прыгать, не надо чрезмерно там, да? Вы просто, да? Усиливайте очень сильно, да? Свои сильные стороны. Прям умножьте это на два. Если вы хорошо продаете, капец, там проводите, например, два класса в неделю, ну, сделайте точно так же хорошо, только четыре. Классно? Можно чуть-чуть себя усилить? Еще четыре присоски себе добавить, да? А потом чуть-чуть попу отклячьте, да? Перестаньте козельки ковырять, да, там, негативе быть, да, или что-то, или что-то там вам не сжатся, или что-то. Понятно? Вот. Ну, и... Небольшие советы, да? Значит, выйдите замуж на барикей. Ну, это в России уже, как бы, я поняла, что этот пример уже вообще, капец, негативный. Да? Потому что столько много разводится. То есть... Ну, раньше, как вы знаете, десять лет назад это хороший был пример. Сейчас он что-то вообще, капец, не очень. Выйти замуж за моряки, это значит все решить, и, как бы, да, идти уже до конца. Вот, когда Ирина меня спросила, да, то есть между классом и бизнес-интервью, что есть? Между классом и бизнес-интервью должен быть простой вопрос, на который вы должны себе внутри ответить. Хотите ли вы быть в моряке навсегда? Выходите ли вы замуж за морякой, или вы просто встречаетесь? Крутите здесь попой, тусуетесь вам, ха-ха-ха, на МТ посмотреть, поржать, потому что на Петросяна денег нет. Да? Поэтому, если вы хотите, выйти замуж, это что значит? Значит, вы это принимаете всю реальность и собираете здесь, да, детей, внуков и дом, и свекровка, да, там, все это, заловки, все это сюда, все прикрепляется к этой реальности, да? Но если вы еще не решили, да, то просто бывают такие люди, которые нарекрутируют команду, да, нарожают детей, а потом их всех в детский дом и подкидывают своим, да, литером, или просто они валяются там по помойкам, зачем это делать? Примите решение, если бы хотя бы одного человека подписали, все, капец, котенок, да? Вы, ну, по законам божьим вы должны уже, да, брать ответственность за того, кого вы приручили. Язык, да, ваш враг, ваш, или друг, не знаю, да, и молчание золота. Кто вас заставлял проводить бизнес-интерю и говорить людям такие слова? Я с тобой сейчас пойду до конца, да, я тебе буду во всем помогать, а через три месяца вас корова языком слезала из компании, потому что вы получили три отката. Понятно? А люди остались, а кто с ними должен работать? В моей бизнес-группе, например, около 400 человек, я просто физически не в состоянии работать со всеми. Это нереальная ситуация. А кто их на рожах? У меня бизнес-группа превратилась в большой детский дом. Понятно? И там вот такие же растолбаи получают большинство. А кто? Нет возможности за ними смотреть. Поэтому для того, чтобы вам перейти от класса в бизнес-интервью, вы дома домашнее задание. Ответьте на вопрос. После того, как вы напишите 50 причин, почему вам стать лидером, ответьте на вопрос. Я еще не определилась? Или я все-таки буду здесь? Будете здесь? Рожайте. Подписывайте вагонами. Кайдаш, по 60 человек подписывает вместе. Подписывайте поездами, вагонами, городами и работайте здесь до смерти. Я не хочу делать из кошек девушек. Я больше не хочу выращивать лидеров из безответственных женщин, эмоционально зависимых. Как только чуть плохо, они бегут, распуская сопли, да, и негатив сзади у них, негатив в виде говна. Здесь сопли зеленые, как крокодил, и они бегут, да, со смрадом каким-то, да, и вот все бросают. Этого не надо делать. Понятно? Я хочу найти пусть одного лидера в год, но такого, который здесь будет, даже когда не будет денег. Потому что может быть в бизнесе такое, что у вас в какой-то момент не будет денег или что-то. Если вы пришли сюда просто за деньгами, идите наимитесь на какую-то работу. Если вы пришли просто за подарком, найдите любовника, который вам будет дарить подарки. Сюда, если вы хотите в лидерство, в колбасе, у вас на сердце должно быть одно, это служение. Служение людям, служение до смерти. В любом случае, как бы ни пошли дела, вы будете улучшать жизнь женщин, вы будете делиться возможностями, вы будете открывать, в них потенциал, вы будете помогать им доходить до своей мечты, даже если будет много неблагодарных людей, даже если очень часто люди будут делать вам больно, но все равно вы будете это делать, вы будете любить женщин, вы будете все равно прощать. И через 10 человек на 11 вы все равно будете ему дарить любовь, и все равно вы будете верить в него, даже если еще вас люди будут обманывать. Лидерство это служение, это не проведение классов, это не что-то такое, это служение, это когда вы должны любить людей, и исходить из этого, а не из чего-то другого. Вы учите класс, потому что вы любите людей, и вы цените их время, и не хотите, если они оставили своих мужей и детей, вы не хотите, чтобы они слушали вашу бредятину Э, Б, и М, и М, и М, учите продукцию, потому что вы любите людей, не хотите ставить дилетантские эксперименты на их кожи, понимаете, вы рассказываете им не просто про акции, а рассказываете как они могут стать лидерами, потому что вы любите людей, кто-то вас взял с того места, где вы были, я была вообще махровой домохозяйкой, зеленая как крокодил, с такими комплексами, с такими тараканами, бананами, стульями и столами, без копейки денег, на автобус даже не было денег, кто-то из любви вытащил меня из этой плаки, сделал меня человеком, почему я не могу и не должна, не обязана делиться этими возможностями с другими людьми, какое мы имеем право оставлять это все у себя, не веря в людей, просто думать про них, что они какие-то все махровые пользователи, не рассказывать им про то, как они могут достигнуть своей мечты, мы используем людей, это лошадь сатаны, когда мы подписали человека, но не развиваем его, это ложь сатаны, не может быть, что все такие в ваших командах тупые там, да, что с ними не так, правильно, вы здесь только потому, что кто-то увидел в вас что-то, что вы сами не видели, и может быть ни один человек на планете не видел у вас это, но ваш организатор, или ваш лидер, или ваш национальный лидер увидел в вас что-то, и это то, что отделяет от класса до бизнес-интервью. Хотите ли вы этим заниматься всю жизнь? Хотите ли вы всю жизнь заниматься этим делом? Это непростое, но самое замечательное дело, это самое благородное служение. И этим можно заниматься, даже если вам не будут за это платить, но за это хорошо платить, за это отлично платить. Понятно? Птичку жалко? Я тоже жалко. Спасибо вам огромное, я не так было именно но вправо. Поэтому не рассказывая о возможностях, потому что вы думаете, что она все равно она не будет или что-то, вы воруете жизнь у человека, воруете мечту. Понятно? Я вас очень люблю, я верю в каждую из вас, я верю, что каждая из вас может стать источником невероятных позитивных перемен в жизни тысячи, сотен тысяч женщин, что вы можете быть совершенным инструментом в руках Бога, что именно через вас многие обретут свободу, веру, красоту, радость и счастье. Я прошу вас, как моряка и просила вас, пожалуйста, сохраните ее мечту, пожалуйста, не превращайте моряка в какую-то торгашескую компанию, пожалуйста, сохраните мечту, пожалуйста, служите людям и улучшайте жизнь женщин, пребывайте в лидерстве до самой смерти. Если вы здесь, значит, в этом ваше предназначение. Я очень вами восхищаюсь, очень верю в вас, очень вас люблю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ